Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. 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 Сегодня 18 июня, вторник, и в этот день Церковь предлагает нам евангельское чтение от Иоанна, 16 глава, со 2 по 13 стихи. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорили же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнило сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет он, дух истины, то он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Такое Евангелие сегодня, дорогие братья и сестры, предлагает нам Церковь. В эти дни мы читаем Евангелие от Иоанна, и эта 16 глава также находится в том последовании беседы Господа Иисуса Христа со своими учениками. Эта прощальная беседа, как мы говорили ранее, содержит в себе ряд очень важных мыслей о том, что намеревается совершить Господь, ради чего Он пришел сюда, на эту землю. Это все Он пытается объяснить своим ученикам вновь. Хотя на протяжении всего своего служения, трех с половиной лет, конечно же, Господь беседовал с ними и говорил им об этом. Здесь же Господь и утешает учеников. Конечно, сердце их опечалилось. Может быть, они не понимают и ради того, почему Господь оставляет их. Он очень часто возвращается к тому, что это необходимо сделать. Это необходимо сделать, и потом будет наше общение с вами в вечности, вечным. Но сейчас это необходимо совершить. Вот с этими словами Господь постоянно обращается к ученикам. И эта беседа, она вращается вокруг нескольких очень важных мыслей. В первую очередь, это мысль о послании Святаго Духа. Но к ней мы сейчас еще вернемся. А начало этого повествования Господь говорит о времени, когда их будут убивать. То есть о мученичестве. Почему так случится? Господь сам объясняет, что те, кто будет это совершать, будут полагать, что они тем самым служат Богу. И действительно, иудеи учили, что убивать нечестивца, а христиане попадали под эту категорию. И мы с вами помним иудейские гонения в первый век христианства и мученическую кончину апостолов. Они полагали, что это благоугодное дело. И сам апостол Павел, будучи призван, призванным к своему служению из гонителей, также полагал об этом, также рассуждал о том, что вбивание христиан не есть грех, а наоборот благоугодное дело, святое дело. И вот об этом Господь предупреждает их. Вообще, стоит сказать, что церковь зиждется на крови мученической. И это очень важный момент. Ибо ничто иное не является таковым весомым аргументом, тогда, когда речь идет о истине, тогда, когда речь идет о подтверждении. Ведь именно мученичество породило столь огромные подвиги, которые, подвиги христиан, которые зиждятся на крови мученической. Церковь стоит, да, это является как бы фундаментом крови мучеников. И поэтому мы так особенно их прославляем. И сами апостолы претерпевают эту кончину. Поэтому Господь говорит им сейчас в этой беседе о том, что должно случиться. Господь вместе с тем пытается и объяснить ученикам, почему это происходит. Он говорит, что потому что они не познали ни Отца, ни меня. То есть они не знают Писания, они не понимают ради того, чего пришел Господь в этот мир. Для них Христос как был, так и остается в их представлении тем, кто должен избавить Израиль. Но это должен быть некий политический деятель. Да, действительно, может быть, обладающий какими-то сверхъестественными способностями, которые они видят во Христе, которые они ощущают на себе. Но вместе с тем для них Христос является не тем, не тем Мессией, который должен прийти. И может быть вот здесь, тогда, когда они приводят Его ко Кресту, чтобы распять, и эта беснующаяся толпа по научению фарисейскому кричит, распни, распни Его. Может быть и здесь они ожидают, что Господь все-таки явит свое величие и восядет на престол. Но Господь пришел не ради этого. Господь пришел совершенно ради другого. Он сам объясняет то, что Он пришел, с одной стороны, не к праведникам, но к грешникам. То есть спасти человеческую душу, не стать мировым правителем, чего ждали иудеи, сбросившие римское владычество, римского орла. Но Господь пришел ради того, чтобы сбросить с нас бремя греха, освободить нас, но освободить от иного, освободить нас от смерти, что и совершает Господь. Господь пришел нам даровать не царство земное, Господь пришел нам даровать царство небесное, вновь открыть нам то общение и вернуть нас то общение, от которого мы, к сожалению, отказались сами. Первый человек пал, и это было грехопадение, оно было совершено по его свободной воле. Ибо Господь каждого человека соделал свободным, и человек вправе сделать выбор свой в пользу Христа или нет. И вот несколько ранее, когда Господь говорил в беседе с учениками о виноградной лозе, Он говорил, что та ветвь, которая не приносит плода, она отсекается. И это естественно. То есть у нас есть свобода выбора к тому, чтобы совершать добродетель, быть с Богом, быть со Христом, трудиться во славу Божию, прославляя Бога. Или же нет. Или же горделиво полагать, что все, что бы я ни совершал, исходит от меня. Тогда эта ветвь отсыхает и извергается в огонь. То есть мы вправе сами свою судьбу избрать в том направлении, в направлении к Богу или в совершенно противоположном направлении. И вот об этом Господь вновь научает нас в этой беседе со своими учениками. Важным моментом здесь, как я сказал ранее, идет речь о неспослании святого духа апостола. Господь говорит, я истину говорю вам, лучше бы для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Под утешителем здесь, разумеется, святой дух, третье лицо святой троицы. А если пойду, то пошлю его к вам. Пошлю его к вам. Здесь опять же толкователи рассуждают о том временном посланничестве святого духа посредством спасителя, то есть второго лица святой троицы. Ибо дух святый исходит от отца. Отец, Бог отец, изводит святого духа и рождает сына. Но в этом месте, как мы видим, Господь говорит, то пошлю его к вам. Здесь, разумеется, временное посланничество. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Это обличение произойдет через проповедь апостольскую. Вообще жизнь христианина, она есть проповедь миру. Но не обязательно говорить о Христе. Наши дела свидетельствуют о Христе. Сам Господь говорит об этом. Так, когда видят добрые дела ваши, то есть то, что вы творите, прославит отца вашего, который есть на небесах. И вот эта проповедь апостольская словом и делом есть обличение мира. Ибо если рядом человек, совершающий беззаконие, и христианин, который творит добро, это, конечно же, раздражает всякого. Поэтому христианство, оно настолько было противно и настолько остается подчас противным миру, который лежит, по слову апостола, во грехе и во зле. Далее, обличит мир о грехе, о правде и о суде, говорит Господь. О грехе, что не верует в меня, то есть не верует во Христа Спасителя, как в Мессию. О правде, что я иду к Отцу моему. То есть то, что Господь есть действительно Сын Божий. О суде же, что князь мира сего осужден. Далее Господь говорит слова. Многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. И действительно, речь Спасителя для апостолов становится сложной и непонятной. Поэтому Господь так здесь прерывает свою беседу. Ибо еще о многом Он будет говорить после своего славного воскресения, тогда, когда будет являться ученикам своим и учить их много о Царстве Божьем. Такое Евангелие сегодня, дорогие братья и сестры, предлагает нам Церковь. Сегодня мы читали Евангелие от Иоанна, 16 глава, со 2 по 13 стихи. А я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. Храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!